Здравствуйте, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. И в сегодняшнем уроке мы начинаем общее знакомство с программой Photoshop. Вот так она будет выглядеть, когда вы ее откроете впервые. Нажмем кнопочку «Создать». Еще раз «Создать». И вот рабочая область программы Photoshop. Так она будет выглядеть, когда вы ее откроете. Итак, друзья, для начала мы начнем настраивать нашу рабочую среду. Перейдем в меню «Редактирование», «Настройки», «Основные». Почему я сюда перешел? Здесь нас интересует сейчас в первую очередь раздел «Интерфейс». Итак, нам необходимо настроить внешний вид. Это очень важный момент для начинающего пользователя. Обращаю ваше внимание, что внешний вид – это как будет выглядеть вообще внешний вид самой программы. Привожу пример. Вот сейчас у меня выбран фон «Черный», «Цветовая тема». Если выбрать вот посветлее, будет выглядеть вот так. Можно еще светлее, можно белый. Обратите внимание, друзья, что если вы выбираете белый и будете долго работать с программой, у вас быстро устанут глаза. Поэтому я рекомендую выбирать как можно темнее внешний вид. Вот, как я выбрал. Потому что ваши глаза будут не так быстро уставать. Также вы здесь можете выбрать язык интерфейса. Но у меня скачан чисто русифицированный фотошоп. У меня здесь стоит только один язык – русский. У вас может стоять русский и английский. Можете выбрать язык, который вам больше подходит. Выберите. И единственное, что вам нужно будет после того, как нажмете кнопку «Ок» – перезапустить программу, чтобы данный язык вступил в силу. В данном случае я оставляю русский, так как мне удобнее русским. И он у меня единственный здесь. Цветовая тема выбрана. Нажимаем «Ок». Итак, слева мы видим основную рабочую панель инструментов. Вот она. Её вид вот такой. Она расположена вдоль левой части нашего экрана. Её можно настроить вид вот по-другому. Ну, смотрите, здесь такие вверху, ну, как бы два треугольничка или две стрелочки такие. Их нажимаем мы, и она остаёт такие два столбика. Может, кому-то будет удобнее так. Выберите для себя. Также, друзья, обратите внимание, что верхнее меню, оно контекстное. То есть, когда вы на панели инструмента выбираете какой-то инструмент, это меню меняется. Вот, обратите внимание. Сейчас вот такое. Я выбрал другой инструмент. Поменялось. И ещё раз. Вот, меняется. Также, на панели инструментов вы увидите различные инструменты. И если вы в этом инструменте видите внизу такой маленький треугольничек, то в этом инструменте спрятано ещё несколько инструментов. Это можно увидеть таким образом. Нажать левую кнопку мыши и придержать её. И вы увидите, какие инструменты скрыты под данной кнопкой. Вот, привожу пример ещё. Вот так. Ну, также можно не только нажатием и придерживанием левой кнопки увидеть эти инструменты, а нажать просто правую кнопку. Раз. Вот так. И вы увидите инструменты. Так, давайте обратим внимание вот на правую сторону интерфейса. Здесь имеются различные панели. Они здесь не все размещены. Потому что, если мы их все здесь разместим, очень будет громоздко. Так, и они нам, в принципе, все не нужны. Со временем мы разберёмся, какие нам нужны, какие они нужны для работы. А потом каждый из вас индивидуально уже определит для себя, какие ему панели нужны, какие необходимо скрыть. Я сейчас покажу общие принципы работы с данными панелями. Photoshop очень такая программа удобная. Её можно настраивать под себя. Не то, что открыли вы окно, и так как оно есть, так вы и работаете. Нет, друзья. Вот, обращаю ваше внимание. Например, эти панели можно перемещать. Вот таким образом. Их можно ширину уменьшать, увеличивать. Вот таким образом. Их можно закрыть. Вот, смотрите. Закрыли и всё. Вот здесь можно назад вернуть. Сейчас я вам покажу. Вот. Мы двигаем эту панель и видим вот такая синяя полосочка. Это значит, что мы можем данную панель как бы приклеить. Вот. Раз. Она приклеилась. Здесь мы её можем развернуть. Можем свернуть. Вот. Таким образом можно переходить между ними. Но, друзья, вдруг вы закрыли какую-то из панелей. Не расстраивайтесь. Все они находятся вот в меню. Окно. И все они здесь размещены. То есть, напротив которой галочка стоит, значит, она находится вот в правой части. Напротив которой нет, вы можете её добавить. Вот, например, абзац. Появился абзац. Вы можете вот сюда его. Оп. Разместили. Так что, Photoshop очень гибкий, друзья. На начальном этапе, друзья, мы не знаем, какая нам панель нужна будет для нашей работы. На чем мы конкретно будем работать в данной программе. Поэтому, в начале я рекомендую исследовать моим действиям. А дальше вы уже для себя нарисуете картину. Что вам нужно, а что вам не нужно. Для начала я хочу, это обязательные такие панели разместить. Такие как цвет, образцы и стили. Давайте посмотрим. Так, ну некоторые панели я закрою, чтобы они нам не мешали. Так. А теперь мы перейдём в окно. Выберем цвет. Ищем его. Есть. Вот сюда его. Так. Теперь образцы найдём. Теперь найдём стили. цвет, образцы, стили. Цвет, образцы, стили. Слои я пока что не убираю. Я их хочу разместить ниже. Как бы. Вот. Чтобы было более удобно пользоваться. Хочу ещё добавить каналы и контуры. Есть. Также история. Вот она у меня. Это здесь, в данном, в данной панели вы сможете наблюдать всю историю ваших действий. Очень полезная панель. И хочу добавить кисти. Так. Вот кисти. Настройки кисти. Вот я хочу вот так их где-то разместить. Сейчас попробую. Вот. История можно свернуть, развернуть. Кисти. Вот так, друзья. Но я не говорю, что вот так как я настраиваю, так должно быть. Каждый должен настроить, как ему удобно. Под свой стиль, под свой характер и тому подобное. И потом уже, когда вы начнёте работать в фотошопе, у вас сложится своё мнение, свои привычки. И вы поймёте, как вам нужно это всё организовать. Также вот вы настроили, да, вот эти панели, разместили их. Ну, здесь можно также сохранить рабочую среду. То есть, то, что вы настроили, чтобы при следующем открытии, оно всё у вас отображалось в таком виде, как вам сейчас нравится. Вот, переходим в правый верхний угол экрана. И вот нажимаем такую птичку. Вот, основная рабочая среда. Вы можете вот выбрать новая рабочая среда. Назвать её. Ну, пусть будет 3 единицы. Сохранить. Всё. Вот, смотрите. У вас уже сохранено. И вы, когда зайдёте, вы можете выбрать свои 3 единицы. И у вас будет эта рабочая среда. Здесь есть разные рабочие среды. Вот, например, 3D рабочая среда. Смотря что вы будете делать. Какие функции вам нужно будет осуществлять. Вот графика, интернет. Здесь свои панели. Движения и так далее. Так что, друзья, в Photoshop настраиваемая программа очень удобная для каждого человека, для каждого характера. Также, здесь ещё хочу обратить внимание, что она очень продуманная. В чём? Если вам, например, нужно работать с файлами. Вы переходите в меню файл и осуществляете все действия. Если вам нужно что-то редактировать, переходите в редактирование и осуществляете. Например, вам нужно работать с изображениями. Переходите в меню изображения и так далее. Также, друзья, данная программа... В данной программе некоторые функции, не то что некоторые, очень много функций дублируются. То есть, например, вот работа со слоями. Вы можете там их закрепить слои, связать слои и так далее через вот это меню. Но также вы можете поработать со слоями здесь вот в правой части. Вот, нажимаем мы сюда и также можем здесь мы связать слои и так далее. Это дублирование функций. Это второе дублирование. И также вы можете выполнить те же самые действия с помощью горящих клавиш. Ну вот, в принципе, и всё, друзья. Я хочу закончить этот урок на данном этапе. Мы как бы настроили основные функции нашего фотошопа. Рассмотрели, каким образом можно с ним работать, настраивать под себя. Ну вот, я постарался этот урок таким образом организовать, чтобы человек, который первый раз видит эту программу, смог понять, что вообще можно здесь делать. В других уроках мы более подробно будем изучать данную программу. Всё, друзья. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления на вашу почту о новых видео на канале. Дальше будет интересно. Спасибо за внимание. До свидания.